Настоящей дилеммой для Путина назвал операцию вооруженных сил Украины в Курской области президент США Джо Байден. По его словам, в администрации Белого дома следят за развитием событий. При этом оценок действиям украинских военных Джо Байден давать не стал. Я регулярно общаюсь со своей командой. Возможно, каждые 4-5 часов в течение последних 6-8 дней. И могу сказать, что эта операция Украины в Курской области создает настоящую дилемму для Путина. Сразу после начала операции вооруженных сил Украины в Курской области, в Вашингтоне заявили, что Киев имеет полное право защищаться таким способом. А также то, что боевые действия на территории России являются прямым следствием вторжения в Украину. Единственные, кто воюет в Украине, это россияне. Именно они вторглись в Украину. И Украина защищается от этой агрессии. Это война Путина против России. И если ему это не нравится, если это доставляет ему неудобства, то есть простое решение. Он может просто убраться из Украины и на этом закончить. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома. Киев, в свою очередь, настаивает на том, что операция на территории России имеет исключительно тактический характер. В отличие от России, Украине не нужна чужая собственность. Украина не заинтересована в захвате территории Курской области. Но мы хотим защитить жизни своих людей. Следует подчеркнуть, что операция помогает линии фронта, поскольку не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. 12 августа, на шестой день операции ВСУ в Курской области, в Киев с визитом прибыли американские сенаторы – республиканец Линцли Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Политики высказали абсолютную поддержку действиям Украины, а Блюменталь назвал это событие историческим. Эксперты отмечают, что такой визит подчеркивает двухпартийную поддержку американцами действий украинской армии. Это масштабный прорыв. Хорошие новости, большие новости, обещающие еще больше потенциальных прорывов. Теперь россияне будут отступать. Они оттянут войска с других направлений. Они будут использовать ресурсы на этом уже установленном фронте. Но большая новость состоит в том, что Украина сейчас в России. Также в ходе визита сенаторы обратились к администрации Джо Байдена с призывом снять ограничения на использование предоставленного Украине американского оружия. В комментарии РБК Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что вероятнее всего, после возвращения в США сенаторы начнут лоббировать снятие этих ограничений. По мнению эксперта, успешность Курской операции может подтолкнуть Вашингтон к такому решению. И примеру США могут последовать и другие западные страны.